Художественная гимнастика Татьяна Николаевна, итак, 70 лет. С чего все начиналось? Начиналось все с одной группы, которая организовалась в Доме пионеров, в старом здании Дома пионеров, который до сих пор существует, прекрасной женщиной Лидии Петровны Воскресенской, которая на тот момент закончила отделение художественной гимнастики, вернее факультет гимнастических видов спорта в институте имени Лесговта и приехала из Питера с желанием создать вот этот вот красивый вид спорта, создать федерацию на Кубани. Это у нее получилось, и надо сказать, что мне посчастливилось быть ее ученицей, когда я училась в нашем профильном вузе в Краснодарском институте физкультуры, тогда он так назывался. И вот эти уроки, которые она дала, они не прошли даром. Все, кто у нее учился, все были одержимы мыслью, что художественную гимнастику нужно развивать на Кубани, нужно продолжать ее дело, нужно строить спортивные объекты для художественной гимнастики, нужно создавать хороший коллектив тренерский и хороший коллектив спортсменов, которые бы имели одно только желание – побеждать на крупных соревнованиях. 70 лет назад. В общем, время определенное прошло, люди сейчас есть, дети занимаются, вы преподаете, вы руководите. Вот этот вот юбилей, вот эту круглую дату, большую, наверное, дату, как будете отмечать? Понятно, наверное, какими-то соревнованиями и еще чем? Да. Ну, у нас это проходит традиционно. Мы собираем обязательно тех людей, которые на протяжении этих 70 лет были тренерами, организаторами федерации, руководителей федерации мы собираем. Это проходит в красивых залах. Последние юбилеи мы отмечали еще с Лидией Петровной, это 65 лет художественной гимнастике на Кубани, 60 лет. Это проходило, ну, я считаю, в самом красивом зале, это в зале филармонии. Я надеюсь, что нам будет такая возможность и в этом году собрать наших любимых тренеров, наших спортсменов, наших родителей именно в этом зале. Мы хотели бы, чтобы это были очень красивые и показательные выступления. Скорее всего, что это будет, наверное, сюрприз, я не буду все рассказывать, но это будет презентация каждой организации. Сейчас их много. Это очень здорово, что в Крае очень много открывается клубов, открывается спортивных школ, в которые хотят культивировать этот вид спорта. Много федераций создаются на местах. Это тоже хорошо, потому что Краевая Федерация имеет свои филиалы. Ну и у нас команда единомышленников. Мы все ждем этого юбилея, хотим провести его в конце года. Это еще обусловлено тем, что все-таки мы хотим, чтобы в этом году наконец-то началось строительство нашего зала, который мы давно ждем на стадионе Кубань. Значит, по плану он строится 6 месяцев. И мы надеемся, что, может быть, это будет приурочено и к открытию этого спортивного комплекса. Ну, мечты сбываются, как показало время. Главное, чтобы эти мечты, конечно же, были. Вот сейчас здесь, ну так скажем, небольшое количество детей, небольшое количество преподавателей. Но вот этот вот опять же юбилей, да, если к нему прицепиться, наверное, большее количество людей будет отмечать. Сколько человек сейчас, да, ну так скажем, учтенных в крае занимается спортивной гимнастикой? И кто с ними, вот это тоже, наверное, очень важно, да, знать, кто с ними занимается? Потому что о спортсменах-то мы рассказываем, а о тренерах, может быть, не так часто. У нас сложился коллектив очень интересных тренеров, которые, в общем-то, приехали из разных регионов России. Это тренеры из Пензы, это Серебрякова Елена Вадимовна, ее сестра Падалка Вера Вадимовна. Это пензенская очень такая известная школа. Это тренеры из Астрахани, это тренеры из Волгоградской области. Есть тренеры, которые воспитались здесь, в Краснодарской школе. Тренеры из Самары, Ольга Геннадьевна Жильченко. И то есть вот такой синтез различных спортивных школ. А, я забыла еще очень интересный тренер из Омска. Тренер, ученица Веры Ефремной Штельбаус, вы знаете, это известнейший тренер, тренер Олимпийской чемпионки Жени Канаевой, призер Олимпийских игр Ирины Чащиной. У нас ей работает тренер Ирина Геннадьевна Кружилина, она заслуженный тренер России. Это ее ученица. И вот этот вот синтез такой, знаете, объединения различных школ создало совершенно необыкновенное движение наших тренеров. То есть все равно что-то они внесли вот в эту Краснодарскую школу художественной гимнастики. И Сибирская школа, и Самарская школа, и Пензенская, и Тверская, откуда я родом. И, наверное, вот эти традиции различных регионов, они здесь получили очень большое понимание и развитие. Потому что многие в России говорят, что такое положение, как у нас на Кубани, ну, редкость. У нас хорошее финансирование, у нас строятся спортивные объекты. Вот уже несколько лет мы работаем на прекрасном объекте. Это чемпион, это баскет-холл, это современные залы, это современное оборудование. Немногие могут похвастаться этим. Ну, не считая столиц, это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, где мы понимаем, что там совершенно другие, наверное, ресурсы финансовые. Но, тем не менее, на юге России таких условий, как в Краснодарском крае, нет ни у кого. Ну, и, наверное, этим обусловлено тем, что все-таки мы в последние годы на Южном федеральном округе занимаем лидирующие позиции. То есть, вот этот симбиоз тренеров, о котором мы говорили, вот этот комплексный, разносторонний, может быть, подход, он приводит к результатам? К результатам приводит хорошее финансирование, хорошее условие, где можно это все применить. То есть, может быть, совершенно талантливейший тренер, но в последние годы нельзя в коридоре воспитать хорошего спортсмена. Почему? Потому что в коридоре нет потолка. А это значит, что будет низкий бросок, и под этим броском невозможно сделать серию элементов. То есть, не потому что... Раньше была такая позиция, что хороший тренер, хороший спортсмен может вырасти и в коридоре. Но сейчас в современных условиях должно быть обязательно современное спортивное оборудование. Просто раньше, наверное, практически все спортсмены как раз и вырастали в коридорах, а сейчас эти коридоры уже... Чем важнее были условия, тем, наверное, было больше рвение, вот именно в большой спорт. Сейчас, наверное, нужно все-таки уйти от этого вот такого понятия. Нужно создавать хорошие условия для спортсменов и тренеров, а потом только ждать от них результата. Потому что невозможно те вот элементы, которые сейчас выполняют наши дети, невозможно их выучить, не имея профессионального ковра. Ну, то есть, вот сейчас, простите, что перебью, художественная гимнастика стала намного сложнее по элементам, чем она была раньше. Конечно. Мало того, что она сложная, это виртуозная техника, это гимнастка должна обладать абсолютно всеми качествами, которые она может применить, вот выполняя данный элемент. Это и гибкость, это и растяжка, это и ловкость, это координационные данные обязательно. Это хороший прыжок, это, значит, должна быть высота прыжка, это сила стопы, это выносливость, потому что это изнуряющие тренировки. Вот мы видим, девочки тренируются по сотне раз, выполняется один и тот же элемент, чтобы отточить его технику и чтобы выполнить его легко и красиво и непринужденно, и чтобы на площадке, когда гимнастка выступает, ни у кого не создалось впечатление, что ей сложно это выполнять. Для этого проходят очень трудные и сложные тренировки, чтобы вот эта легкость выполнения была видна на площадке. Ну, то есть в наше время гимнастки были, если бы вот с теперешними их сравнить, послабее? Да. Я не могу сказать, в наше время тоже была очень красивая гимнастика, она была позовая, больше было внимания, уделено образности. Сейчас, в чем сложность, что нужно очень большое количество элементов, рисков, мастерства показать за полторы минуты, еще создавая этот образ. То есть очень мало времени, и поэтому концентрация вот всех этих возможностей должна быть показана за эти полторы минуты выступления. Сколько, вот еще раз повторю, да, то есть мы немножечко ушли, сколько людей сейчас, ну так скажем, занимаются... Около 9 тысяч, если верить, кто на учете, так скажем. А если брать в расчет тех, кто занимается просто в каких-то секциях, там, да, с какого-то маленького возраста, то здесь, наверное, цифра будет не с тремя нулями, да, а с четырьмя как минимум. Я так думаю, что да, гораздо больше, потому что есть группы при центрах творчества, есть группы гимнастические, есть частные клубы, которые еще только открылись, и они еще не прошли регистрацию, но они уже занимаются художественной гимнастикой. Но вообще, я так думаю, что порядка, наверное, больше 10 тысяч наверняка. В любом случае, каждый ребенок, который, там, пришел в какую-то секцию, например, там рядом с домом открылось, там, мечтает попасть в ваше отделение, которое называется Центром Олимпийской подготовки. Мы очень часто употребляем, да, в своей речи, в своих материалах, вот такое понятие руководитель Центра Олимпийской подготовки, там, человек, который имеет отношение к Центру Олимпийской подготовки. Что это вообще такое? Центр Олимпийской подготовки, или как вот еще ЦОП говорят, то есть что это за структура, что это за организация? В прошлом году нас разделили по понятиям Центра олимпийской подготовки, Центра спортивной подготовки. Есть различия Центра олимпийской подготовки в том, что это все-таки представлены самые лучшие дети. Это сборная команда Краснодарского края, основной состав и резервный состав. И те дети, которых мы настроены на то, что они попадут в этот резерв или в основной состав. Это отсутствие начальной подготовки в группах. То есть все финансирование идет на детей, которые представляют край на различных всероссийских международных соревнованиях. То есть дети, которые к вам попадают, они уже в принципе готовы. И вы их доводите до определенного более высокого уровня. И мы настраиваем тех, что они должны идти дальше. Они должны настроены быть на попадание в национальную сборную страны. Перед тем, как попасть в сборную края, в Центр олимпийской подготовки, в сборную страны, может быть, на Олимпийские игры, в любом случае ребенок должен с чего-то начать. Как вы уже сказали, вот этих вот сейчас секций, отделений, их на самом деле в крае очень много. Там в том же самом Краснодаре очень много. Со скольки сейчас принимают детей? Со скольки лучше, чтобы дети отправлялись в художественную гимнастику? Да, то есть вот этот вопрос тоже, наверное, очень важен. Это очень индивидуальный вопрос. По стандартам мы должны принимать в 6 лет детей в группах художественной гимнастики. С 5 лет, по особой справке от врача, то, что ребенок не имеет никаких отклонений, и то, что ему можно заниматься спортом. Ну, я сразу же пометочку, что в 6 лет все равно справка от врача потребуется. Обязательно, в любом возрасте. В 5 лет должна быть справка обязательно, потому что без этой справки нельзя брать в 5 лет. Но у нас есть группы, это в основном платные группы, в основном это либо при фитнес-центрах, либо при частных клубах художественной гимнастики, где берут детей с 3 лет. Мы на эту тему очень много спорили. Если правильный подход педагога, тренера в этом возрасте, то можно играть в гимнастику из 3 лет. Но это не должно называться группой художественной гимнастики. Это для общего развития. Может быть, даже какие-то основы художественной гимнастики в занятиях должны присутствовать. Такой подготовительный этап. Пап с 3 лет детей приводит. Иногда звонят родители уже с 2 лет, хотят отдать в художественную гимнастику. Я всем говорю, что даже с 3 рановато. Это должна быть общеразвивающая гимнастика, чтобы не навредить развитию детского организма. Потому что гимнастика все-таки сопряжена с тем, что это элементы на гибкость очень сложные. Здесь можно повредить позвоночник. Это элементы на силу. В 3 года какие могут быть силовые движения? Я думаю, что самый оптимальный вариант это 5 лет. Но если вы хотите все-таки раньше, то раньше 3 не приводите. И то нужно, конечно, справиться о том, чем будет заниматься тренер с этим ребенком с 3 лет. Хорошо. Оптимальный возраст 5 лет. То есть как вообще процесс этот происходит? Ну понятно, родители взяли справку. У медика не только в 5 в любом возрасте, когда ребенок начинает спортом. Друзья, нужно обратиться, конечно, в первую очередь к врачу. Итак, пришел ребенок и пришли родители, которые сидят и ждут. Итак, когда же у нас начнутся первые результаты? Когда же мы, например, номер с обручами увидим? Как вот это обучение вообще строится? Сначала нужно посмотреть, подходит ли этот ребенок для художественной гимнастики. И здесь родителям самое главное понимать, что если вам сказали, что лучше вам заниматься не нужно, нужно не обижаться на вот это высказывание, а нужно поверить специалисту и пожалеть своего ребенка, и пойти поискать что-то для него другое. Потому что очень вредно заниматься тем, у кого нет данных для художественной гимнастики. Это должны быть обязательно подвижные связки позвоночника. Это должны быть хотя бы предпосылки для растяжки связок паховых и подколена. Это должна быть фактура. Конечно же, вот еще самое главное, чтобы родители понимали, что от данных, если вот Бог дал, если вы, родители, дали этому ребенку эти данные, то тут надо, чтобы тренер их развел. Если этих данных нет, добиваться растяжки через боль, через какие-то травмы. Ну зачем? Если можно заниматься, может быть, это будет прекрасный пианист, может, это будет музыкант или художник, может, это просто будет прекрасный ребенок, который будет заниматься чем-то другим. Например, теннисом, моим любимым видом спорта. Теннисом, волейболом, баскетболом. Вот нам всем очень понравился фильм про баскетболистов «Движение вверх». Мало от кого от родителей я слышала, что они мечтали бы повезти ребенка в баскетбол. А это прекрасный вид спорта. Вообще все виды спорта, когда это на очень высоком уровне, это красиво. Это фехтование, великолепный вид и для девочек в том числе. Поэтому я советую родителям найти оптимально тот вид спорта, который больше подходит физиологически для данного ребенка. Ну, в любом случае, посоветовавшись, наверное, с многими инстанциями, вообще имеет ли какое-то значение характер ребенка? Когда маленького человека, который приходит в спортивную секцию, в художественной гимнастике. Ведь художественная гимнастика, вот что бы там кто ни говорил, в любом случае это терпение. Это терпение, но это еще и все-таки, наверное, художественный склад у ребенка должен быть. Потому что выразить свои движения под музыку не каждому дано. И даже если будут идеальные данные у ребенка, а не будет этого качества, эмоционального, такого артистизма, наверное, гимнастки хорошей не получится. Ну, какой срок, я еще раз тогда, проходит до того момента, когда, например, ребенок, он может выйти на соревнования? Или здесь тоже все абсолютно индивидуально? Вы знаете, у нас уже в первый год обучения есть соревнования для малышей. Уже в пять лет, если ребенок начал заниматься, через два-три месяца он покажет одно из упражнений. Например, упражнение без предмета. У каждого ребенка есть свой период осваиваемости данных занятий. Кто-то осваивает их за месяц, за два, какие-то уже движения делает. А кому-то нужны годы, чтобы научиться. И это тоже не показатель того, что ребенок неталантливый. Просто некоторым дольше дается освоить, но, может быть, у них больше всего и получится. Поэтому занятия, они очень индивидуальные. Я так думаю, что наши специалисты видят в каждом ребенке перспективу. Родителям они обычно это рассказывают. Нужно просто принимать вот эти все сведения, всю эту информацию от тренеров объективно. И не расстраиваться, если у вас не получается в художественной гимнастике найти. Для ребенка все-таки более что-то подходящее. Мы сейчас много говорим родители, 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 родители. Но в любом случае, да, то есть художественная гимнастика – это вид спорта, в который приходят рано. То есть это в основном осознанный выбор или неосознанный выбор, наверное, родителей. Ведь еще один порог, через который нужно, наверное, маме или папе нужно будет переступить, это образно время ожидания своего ребенка. Потому что тренировки, как сейчас дети любят говорить, треньки, длятся не один час, как в некоторых видах спорта. То есть вот здесь вот сколько ребенок занимается по времени в один день, и не сколько дней в неделю нужно заниматься для того, чтобы перейти к результату. Все-таки мы все мечтаем о результатах. Если мы говорим о результате, то занятия должны быть ежедневными. То есть один выходной и шестиразовый недельный цикл. Вначале это от часа до полутора – это вот первые тренировки. Почему вот так долго, да, для детей маленького возраста? Потому что на одной тренировке нужно провести разминку, основы хореографии, общение с предметом. Нужно выучить какие-то связки, элементы. И все это нужно на это время. Тем более работа идет с группой, и каждому ребенку нужно уделить время. Поэтому это вот час-полтора. Но уже со второго года обучения, если говорить о результате, тренировки должны быть не менее трех часов. То есть это длительный процесс оттачивания каждого элемента, каждого штриха. И, в общем-то, предметов у нас сейчас в программе четыре. И желательно, чтобы на каждой тренировке проходить все четыре предмета. Потому что самое сложное, конечно, в гимнастике – это вот именно реакция на предметы. То есть получается у нас каждый день по три часа. Но вот как минимум, если родители привели своего ребенка в художественную гимнастику, то нужно к этому быть готовыми. То есть здесь есть и гимнастика, и с детьми, я понимаю, еще работает хореограф. Не только девушки есть в зале, есть, например, хореографы. Вот здесь это вот юноша у вас занимается. Ну, вы знаете, хореографы, они же разные бывают. Юноши и девушки. Вот нам достался сюда, в этот зал, юноша, очень талантливый Максим. Дети очень хорошо на него реагируют. Он очень хорошо составляет им программу. Он недавно работает, но уже есть результат. И мы видим, что девчонки очень стараются. Может быть, даже больше стараются, чем при своем родном тренере. Почему я заговорил о юношах, да? О юношах-хореографах. Ведь с юношами вы теперь тоже начинаете работать. В конце прошлого года вы рассказали о том, что сейчас вы привлекаете вот ту самую, не только девчонок, но и мальчишек. Чем мальчишки будут заниматься? То есть это тоже художественная гимнастика, или это какой-то другой такой подвид? Это называется ритмическая мужская гимнастика. Значит, она имеет свою программу, которая уже давно культивируется в Японии, в Китае, в Корее. Это в основном вот эти восточные страны. С прошлого года Рин Санна Винер своим, так сказать, волевым решением привела эту художественно-ритмическую гимнастику мужскую к нам в Россию. И теперь в обязательном порядке, если команда выступает на перенстве России без мужчин, то она не допускается в конкурс. С чем это связано? Ну, это тенденция такая мировая, что если в виде спорта только женщины, то возможно, что этот вид спорта, наверное, не должен иметь места в олимпийской программе. Вы знаете, женщины же постоянно борются за свои права, например, да? Вот теперь мужчины борются за свои же права, но в художественной гимнастике. Вот очень много скептических таких, вот я слышала выражение о том, что ну какая художественная гимнастика там для мужчин. Очень красивый вид спорта, очень сильный, очень рискованный, очень мюртозный. Программа несколько отличается от женской. Конечно. Это акробатические поддержки, это акробатические прыжки, это интересная парная работа, это мальчик с девочкой, это предметы, немножко отличающиеся от женских предметов, это булавы, они более тяжелые булавы. Скакалка, она тоже отяжеленная, которая выполняет очень сложные тройные прыжки, причем это прыжки, когда после бросков идут еще и в акробатические прыжок, например, в сальто с двойным вращением. Ну, это цирк, это очень красиво, это виртуозно, это такое мастерство, которое надо видеть. И поэтому, кто увидел в хорошем исполнении мужскую ритмическую гимнастику, ни один не сказал, что это похоже на женскую. Это совершенно обособленный вид спорта. Ну, видеть, конечно же, это нужно. Это спортивная гимнастика с предметом, с предметом, с предметом. Это я как раз хотел спросить, чем о спортивной гимнастике отличается. Вы знаете, и очень красиво, когда это делается группой, вот когда группа ребят, одновременно синхронно выполняющие элементы, еще и с элементами акробатическими, это прыжковые элементы, диагонали, очень красиво. Мне очень нравится, я давно этого, ну, как бы хотела нам сюда как-то подтянуть ее, и как раз вот когда уже это стало обязательным, мы немножко сейчас этим занимаемся. Мы уже показали на чемпионате края в декабре две пары, мальчик с девочкой, но это не наши ученики, мы взяли их из акробатики. У нас просто тренер работает, который работает еще и в акробатических вот видах хореографом, и она подтянула своих ребят, воспитанников с нашими девочками, мы обучили предметной подготовке. Пока это, конечно, очень все на начальной стадии, но это очень интересно, и я так думаю, что этому должно быть будущее. Ну, этого будущего теперь не может не быть, вы же сами сказали, да, если, например, едем на первенство России, то обязательно должны быть мальчишки. Ну, знаете, могут и отменить обезаловку, но вот мне кажется, что даже если отменят, это может иметь место быть, потому что это красиво, это сильно, это спортивно очень, это должно быть. Отлично. О первенстве России сказали, я так понимаю, что всероссийские соревнования у нас тоже на носу, совсем скоро они начнутся, а вот совсем недавно прошло первенство Южного федерального округа. То есть какие результаты? Это было первое соревнование, наверное, серьезное в этом году. Как там по результатам, как там выступили, ну, конечно же, наши девчонки, потому что мы здесь живем в крае. Вы знаете, у нас вообще уникальный просто вид спорта. Ну, программа соревнований, начинающаяся с 12 января, вы понимаете, что это такое? Значит, праздничных дней нет. Наверное, это даже хорошо, если бы соревнования были попозже, тут бы у нас девочки, там, турчики поели на праздничные дни, Новый год поотмечали, Рождество, а так уже вот 2 января все в зале. Готовились, готовились много. Программа новая, обновление команды, не совсем тот результат, который мы ожидали. Мы все-таки думали, что мы будем вторыми, и мы шли два дня вторыми, но, к сожалению, на последней стадии нас Ростов обошел. То есть, получается, мы уступили, во-первых, Ростову, а во-вторых, Волгограду. Да, ну, хорошо, что выиграли у Крыма, потому что в прошлом году Крым был нашим основным соперником. Мы, в общем-то, так и настраивались у него как-то соперничать с Крымом. Но то, что Ростов нас обойдет, мы не ожидали. Вот, тактически немножко нас они обошли, но я так думаю, что это все равно хорошая была, красивая борьба. То, что мы в лидерах, это хорошо, в тройке сильнейших на ЮФО. Ну, наверное, надо быть первыми. Я так думаю, что это на следующий год нам надо быть обязательно чемпионками. Я еще один, ну, такой родительский вопрос, может быть, задам. Насколько дорогой вид спорта художественная гимнастика? Дорогой, ну, в плане покупки определенных костюмов, покупки определенных предметов? Знаете, к сожалению, нам не очень хватает, хотя у нас очень хороший бюджет по сравнению с прошлыми годами, нам не хватает, чтобы так вот мы всех детей одели, обули, дали им в руки предметы, хотя, конечно, на это у нас деньги есть, но это только получает сборная команда, которая непосредственно выступает. Основной состав сборной у нас мы одеваем, хотя не в индивидуальные купальники, только в костюмы и выдаем им предметы. Насколько дорогой? Ну, купальник для выступления в одном виде программы стоит от 20 тысяч и выше, до бесконечности можно, потому что это стразы, кто во что гораст. Ну, родители иногда думают, что если красивее купальник, то будет выше оценка. Разочарую вас, нет. Надо все где работать. Но на купальник в любом случае обращается внимание. На аккуратность, наверное, купальник. Конечно. Купальник должен совпадать с общим образом. Вот образ, музыка, предмет, купальник, это все в целом. Правильно я понимаю. Например, тренер ставит программу гимнастки, и вот под эту программу уже нужно выбирать купальник. Да. Все, я понял. То есть не родители, например, заказать какой-то супердорогой, суперкрасивый, а потом уже в нем выступать, но немножечко по-другому подойти. Вот купальники – это самое дорогое, что у нас есть. Еще родители очень много тратят денег на сборы и на поездки. Те поездки, которые у нас не в календаре, которые мы не можем оплатить по закону. Мы же работаем согласно законодательству. Вот на эти соревнования родители очень любят ездить. Ну, мне эти причины непонятны. Количество соревнований никогда еще не приводило к качеству, потому что часто это бывают те соревнования, которые не дают хорошего рейтинга. Вообще в каких-то непонятных залах у нас хорошие соревнования проводят свои, потому что мы всегда проводим только в хороших залах. Вот. И, ну, наверное, как-то родителям виднее в этом плане. Они же тратят свои деньги. Хотя лучше, конечно, всегда советоваться со специалистами. Если что-то непонятно, я так думаю, обращайтесь ко мне, я вам расскажу, на какие соревнования стоит тратить деньги, а на какие, может быть, и не стоит. Вот. Ну, опять же, повторюсь, что предметы... Ну, это не так дорого, наверное, как купальники, потому что где-то от трех тысяч каждый предмет стоит. Скакалка чуть дешевле. Предметы все профессиональные делаются у нас в Японии. Вот. Несколько... То есть лучше братья японская? Да. Ну, спасибо вам большое. Мы, конечно же, еще не раз к вам обратимся, но вот на этом наше интервью завершается. Татьяна Полеонова, директора Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, вот это время с нами провела. Увидимся в эфире телеканала Кубань-24. Субтитры сделал DimaTorzok